Привет, косметичка на неделю! Будет много новинок, о которых отзыв. Я расскажу потом туда уже в следующей косметичке, по традиции. И интересно будет ваше мнение. Напишите, как вам удобнее, когда я вначале делаю отзыв на то или иное средство. Либо вот в конце. Так, будет у меня два тональных средства. Один корейский степ-бланк с SPF в 01 оттенке. SPF здесь 32 и на 45% состоит из муцина улит. Он мне светловат, но в любом случае его надо добивать. Он у меня и в продзубе не находится. У него неплохая перекрываемость. Но, как я уже сказала, он светлый. Поэтому я его взяла для того, чтобы миксовать со следующим тональным. Это уже идет от Just Ultra Cover. Такой ультра-кроющий. У меня в 09 оттенке. Но если его наносить влажным спонжем, то в принципе он может лечь очень даже невесомо. Как раз я их буду смешивать. Видите, как они сильно отличаются. В Just мне нравится, как смотрится. Он поры затирает, хорошее перекрытие дает, но здесь нет SPF. Вот такой вот микс я беру на неделю. Я уже пробовала такой тандем. И потом пудра все покрыла сверху. Мне очень понравилось. Но пудру я возьму другую, не ту, с которой я уже их пробовала. В общем, откопала в своих запасах вот такой вот Everyday Minerals Face. Это минеральная пудра. Помню, очень давно покупала на iHerb. И она у меня так и заброшена. Это финишная именно пудра. Мне нравится она мне, как лежит на лице. И попробую ее еще вот летом. Потому что она и по оттенку мне сейчас больше подходит, нежели это было там в холодное время. Она не матирующая, она просто закрепляет макияж. Для матирования я буду использовать фиксирующий спрей, который вот у меня всегда стоит в косметичке. Я вам уже его показывала от Catrice. Если, в общем, мне не понравится, как это будет все выглядеть, то мне придется от нее избавиться. В качестве консилера также будет новинка от Revolution Pro. У меня в оттенке C6. Это хорошо кроющий консилер. Оттенок вот самое то сейчас на лето. Мне он очень подходит. Зимой, если что, я буду его смешивать с более светлыми. Я уже пробовала его два раза. У него очень хорошее перекрытие. Он не забивается сладочкий. Я зону под глазами не припудриваю. И он не сушит кожу под глазами, что для меня тоже одно из самых важных является. Одним из самых важных, в общем, мне во всем он понравился. Действительно, очень хорошо себя показал. Даже в жару тоже моя новинка. Это от Sleek. Вот такое вот тройное средство, где у нас, даже у меня, видите, еще в упаковке ни разу его еще не пробовала, не брала в косметичку. Здесь бронзер, тире, наверное, скульптор, может быть, даже сейчас, как подойдет, хайлайтер, румяна. Румяна, уходящие в такой коралловый, больше. Все оттенки мне нравятся, по крайней мере, по свочам, как это все выглядит. Очень будет интересно посмотреть, как на лице. И мне нравится, видите, оттенок вот этого скульптора, тире, бронзера. Очень правильный, хороший, красивый оттенок. Можно наслаивать, варьировать, интенсивность. Отзыв, конечно же, тоже свой. Обязательно вам скажу в следующей косметичке. Далее, если мне не хватит бронзера именно такого сияющего, ну, либо нанести по периферии, чтобы сгладить границы всего нанесенного. Я обычно так делаю. Это от Evroche. Мне очень нравится и их деликатное сияние, и правильные оттенки. В большинстве случаев предпочитаю я это все смешивать и наносить по периферии, по выступающим точкам. Вам сейчас сделаю сводь, как это смотрится вместе, и по отдельности. Самые деликатные средства, которые у меня есть, но это не отменяет то, как они красиво смотрятся на лице. Это отдельно бронзер и хайлайтер, и я предпочитаю все смешивать. И дополнение к румяным коралловым я все-таки хочу взять что-то более спокойное еще, потому что под каждый макияж свои румяна, и это у меня эссенс в 35-ом оттенке. Красивые, сатиновые у них очень нейтральный тон, такой тон какой-то кремово-розовый получается, но их прекрасно, кстати, видно на щеках, можно на слои, то есть он не прозрачный, его видно на самом деле. Сегодня нарушу традицию и покажу сначала блески различные помады, средства для губ. Первый блеск это будет винилглос от Диваж, и здесь под артиклами они 32-14 ходящий в розовый, на самом деле они полупрозрачные, практически не липнут, у них очень приятный аромат, у меня еще есть такой в коричневом оттенке. Далее как раз таки в коричневом цвете я возьму от Эвелин, это глосс Мэйджик и в 15-ом у меня Тони, все то же самое могу сказать, очень они похожи, только он более насыщенный, чем Диваж. Также возьму вельветовую жидкую помаду от Буржуа у меня в оттенке 10-ом, уже в январе, нет, в декабре этого года заканчивается срок годности, то есть мне осталось ее немножко попользоваться, такой холодный розовый цвет, мне единственное не нравится аромат в ней, а так тоненько наносится и губки не сушит. Также беру от Фаберлик в оттенке 44006, вернее артикл 44006, это уже розовая от Фаберлик помадка, очень нравится мне цвет, один из самых лучших в моей коллекции. Далее от Makeup Forever что-то мне захотелось вязать красненького и это номер М401, это миниатюрка мне попадалась, как-то в наборе я помню 4 покупала, все хорошего качества, это матовая помада красного насыщенного оттенка и это вот правильный тот красный, который мне идет. последняя это от KIKO в 07 оттенке Крайон Gloss ну по сути это бальзамная помадка нейтрального еле уловимого цвета, мне нравится ее в сумочку закидывать и пользоваться. И конечно карандашики, первый карандашик это Vivienne Sabo 202 оттенок кремовые хорошие карандаши от Essence в 06 цвете, один из моих самых тоже любимых но это видно уже по такому небольшому огрызочку что от него осталось вот кстати Stellar в 07 уже все стерлось не такой мягкий кремовый как Vienne Sabo но в то же время он не жесткий и под красную помаду от Essence в красном оттенке такой выкручивающийся карандашик он очень очень мягкий и хотелось бы конечно мне другой красный более чтобы жестко контур держал теперь остались у нас глаза для бровей возьму от Luxe Visage Brow Styler окрашивает моделирует фиксирует у меня в 04 эспрессо добиваю его у меня в Project Pen находится вообще неплохой гель у него средняя фиксация щеточка хорошая такая миниатюрная но в то же время она может совладать с непослушными бровями остается у меня тушь от Evrosho Sexy Palp она сейчас раскрасилась очень даже мне нравится как она делает пушистые подкрученные реснички в большинстве своем придает объем если в два слоя наслоить ее то она чуть-чуть даст удлиняющий такой эффект три карандашика также беру для глаз один это Beauty Bomb двойной 08 оттенки мне желтый не интересует хотя мало ли может быть и буду им пользоваться здесь я больше беру из-за черного карандаша чтобы сделать растушеванную стрелочку им потому что в слизистой он не держится в слизистой я возьму от Essence давно у меня этот карандаш в оттенке 08 он неплохо держится в слизистой но я думаю сейчас со 2 он может продержаться и также в слизистой тоже держится в 12 оттенке Essence автоматический карандашик вкручивающийся в зеленом цвете с блестками сейчас вы поймете почему я беру зеленый карандаш я думаю что он будет неплохим помощником мне макияж палеткой от Essence Crystal Power моя новинка не пробовала еще ни один оттенок на глазах я оставлю чтобы не затягивать сейчас ваше время не тратить наверное здесь ссылку на сайт Beauty Home там я делаю свотчи зайдите посмотрите давайте сделаем то что ну всегда бросается мне в глаза просто этот очень красивый давайте одного он тут единственный матовый сделаем зеленый конечно же ну и необычайно тоже такой притягательный голубой голубосерый вот так выглядит переносится хорошо по свотчам в принципе мне все нравится в них ну будем тестировать на глазах вся моя косметичка на неделю буду тестировать жду ваших комментариев и всем хорошего дня пока до следующего видео до следующего